Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду делать очень такие воздушные, легкие и нежные булочки. В этот раз они у меня будут с грушей, но их можно сделать с любой фруктовой начинкой. У меня такие булочки очень любит ребенок. Он родную маму продаст такие булочки. В общем, рецепт и приготовление этих булочек очень простое. Я смешиваю просто все ингредиенты сразу, абсолютно. Желательно, конечно, чтобы молоко было теплое, ну или хотя бы комнатной температуры. В нем, вы видите, вот растворяю сразу дрожжи и дальше просто перемешиваю все оставшиеся ингредиенты. У меня булочки запланированы на утро, поэтому я решила тесто делать методом с холодильником. То есть я замесила тесто и отправила его на ночь в холодильник. Но если у вас булочки, допустим, не горят там прям с утра, вы можете делать обычным способом. То есть после приготовления теста поставить на час-полтора, подходить в теплом месте, накрытым влажным полотенцем. Ну а у меня вот такой вот маленький комочек получился. Я делала на треть основного рецепта. И сейчас буду отправлять в холодильник. Беру пакетик, внутри его смазываю растительным маслом, буквально капелькой. И отправляю туда свое тесто. Выгоняю с пакетика лишний воздух и завязываю его сверху, чтобы тесто не обветривалось. Кладу в тарелочку и отправляю так в холодильник. И так оно у меня стоит всю ночь. Желательно достать его за полчаса до выпечки. После холодильника мое тесто увеличилось в три раза. То есть даже в холодильнике оно за длительное время, то бишь за ночь, оно все равно растет. Для начинки я буду использовать груши. Я даже не могу сказать, сколько по количеству резала на глаз. Вот так вот нарезала себе в тарелочку. Остатки просто потом скушала с творогом. То есть, честно, вот не посмотрела. Тарелочку нарезала. На сковородку высыпаю сахар, 3 столовые ложки. И сверху выкладываю груши. Вы видите, груши у меня где-то плюс-минус сантиметр на сантиметр. Ну, это так. Раскладываю свои груши. Вы видите, они у меня даже не в один ряд. Жду, пока у меня не растворится внизу сахар. И теперь уже можно свои груши перемешать. Они сразу начинают отдавать сок. И, в общем, пару раз перемешиваю в процессе, пока у меня не испарится весь сок. И не начнет тянуться сахар как бы такими нитями. В общем, останется только сахар. Сока не будет. Добавляю теперь уже в конце сюда где-то грамм 15-20 сливочного масла. И немножечко еще свои груши поджариваю, что ли. В общем, они тогда карамелизируются и становятся невероятно вкусными и такими сливочными. Очень интересными. В общем, держу их до момента, пока они слегка-слегка не начнут золотиться. Вот вы видите, они такие как желтенькие стали. Нужно их остудить. И потом уже лепить наши булочки. Потому что не нужно дрожжи пугать горячими грушами. Достаю тесто. Повторюсь, оно должно хотя бы потом полчаса провести при комнатной температуре. Для того, чтобы немножечко все-таки оно ожило. У меня тесто еще не очень хорошо нагрелось. Поэтому оно такое кажется плотноватым. На самом деле оно довольно мягкое. Просто оно еще не нагрелось. А за счет количества сметаны, то есть жирное масло, поэтому тесто плотное. Нарезаю свое тесто произвольно на 6-7 кусочков. Абсолютно. Смотрю просто по размеру, какие у меня будут получаться. На самом деле у меня в общем получилось 8 булочек. Я думаю, что можно было и на 9 разделить. Первый раз я попробовала делать такими как пирожочками что ли. То есть я раскатала один пласт теста. Выкладываю сюда свою грушу. Много сока с грушей не выкладываю. Видите, как много начинки получается. Даже больше чем тесто. И решила залепить как конвертиком и как пирожочек. И слепить вот так вот края. Но я так представила, что ребенку это будет чересчур большая такая булка. И поэтому решила остальные лепить такими как колобочками. Сейчас покажу. Опять в серединку кладу начинку. И как химкали вот так вот до серединки собираю все края теста. И в серединку хорошенько-хорошенько залепливаю стол. И руки у меня смазаны растительным маслом. И вот такой вот колобочек катаю. Выкладываю все сразу на противень. У меня они будут перси на тефлоновом коврике. Которые я вот кстати купила на китайском сайте Нью Чик. Очень крутой. Всем советую. И отправляю их подходить где-то минут на 30-40. Как раз включая духовку на маленький огонь. Она и нагреется. И сверху над духовкой мне будут подходить мои булочки. После того как булочки подошли, я их всегда смазываю желтком. В этот раз желток хочу добавить немножечко корицы. Просто чтобы придать булочкам такой пряный аромат именно осенний. Если у вас желток получился сильно густой, добавьте в него немножечко молока. Либо часть белка, которую вы от этого яйца не используете. Я попробовала вот на одной булочке. У меня получается густоватый. Мне не хватит на все булочки смазать этого яйца. Вы видите, мои булочки увеличились раза 3 в объеме. После изначального варианта. И теперь добавила немного сюда белка. И можно уже все булочки перемазать вот так вот. Их можно сверху присыпать и кунжутом. Но я планировала просто ребенку не присыпать. А уже может там сахарной пудрой присыпать. Теперь отправляю их печься в духовке при температуре 180 градусов до красивой и румяной корочки. Можно присыпать сахарной пудрой для красоты. Вкусной вам выпечки, ребята. Очень надеюсь, что у вас получится. А с вами как всегда был Кек. Ставьте пальцы вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok